После того, как забор сделаем по территории, плодовые деревья высадить, яблони, груши, вишни, чтобы люди приходили и радовались, вкушали яблочки наши. Маленький островок тишины среди большого города. Десять лет назад мусор отсюда вывозили сотнями машин, рассказывает Виталий. Теперь здесь цветущие в сентябре розы, идеальные зеленые газоны, красивые и удобные деревянные беседки. Ко всему Виталий прикладывает свои руки. Это я в этом году сделал, решил назвать беседкой любви. Здесь мы собираемся с прихожанами, кто к нам приезжает в гости, посидеть и побеседовать. Ну, о чем еще беседовать? То, чего не хватает человеку этой любви. Говорит, не учился ни на цветовода, ни на плотника. Все таланты, по его словам, благодаря Богу можно в себе развить, стоит только захотеть. К примеру, Виталий еще и создает иконы самых разных размеров. Берет деревянные заготовки и применяет свою технику, что-то похожее на декупаж. Подробностями решил не делиться, говорит, в секрет. Уже готовые работы украшают стены храма. Икону такую, если писать, она займет по времени месяц-два. И по деньгам не каждый человек может позволить себе приобрести, поскольку такая икона будет стоить тысяч двадцать. Созданные своими руками продает прихожанам в разы дешевле. Средства идут на благоустройство территории, а также осуществление огромного числа задумок отца Виталия. К примеру, кроме большого сада и разнообразных беседок и строений, он создал место для упокоения останков. Назвал его Косница. В тридцатые годы двадцатого века на территории монастыря, там, где сейчас располагается СИЗО, расстреливали невинных людей. Обратите внимание, вот это пулевые отверстия, висок, где затылок, там вот косточки хранятся, это вот черепа. Всего за час Виталий показал нам почти каждый уголок на территории храма. Кстати, побывав здесь однажды, хочется вернуться снова, отдохнуть душой. Чтобы отдыхала наша душа, батюшка каждый день вкладывает в обустройство свою. А планов у него очень много. Большой храм, пожалуй, самый грандиозный проект. На прощание он пригласил нас к себе снова. Будет и в нас пробуждать таланты. Приезжайте, я вам расскажу и поработаем с вами. Пробудим у вас любой талант. Ну вот у меня таланта к рисованию точно нет. Есть. У каждого человека есть к любому талант. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.